Сегодня у нас в гостях Сергей Засорин, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории, специалист по дуплексному сканированию сосудов, который приехал в Хабаровск по приглашению Центра медицинских знаний и Хабаровской клиники современных технологий, специально для того, чтобы поделиться опытом. Как я понял, это сейчас самое передовое в изучении сосудов, дуплексное сканирование? Это скрининговый метод, который позволяет быстро и надёжно достаточно выявить заболевание. А вот скажите, пожалуйста, ты уже должен что-то почувствовать, чтобы прийти на такое обследование? Или, в принципе, это можно делать регулярно, чтобы, наоборот, предотвратить осложнение здоровья? Ситуации разные бывают. Сосудов организмов достаточно много. При этом почувствовать, например, можно, когда долго где-то едете, и вдруг из-за руля выходите или летели в самолёте, и вдруг одна из ног у вас оказалась больше, чем другая. То есть она текла, она стала как бы больше по сравнению с противоположной. И это говорит о том, что, скорее всего, там тромбоз. То есть из-за того, что человек долго находился в сидячем положении. Тромбоз – это тромбоз вен. Это достаточно опасная ситуация. И тут уже безотлагательно надо просто идти и обращаться к доктору. Как много таких заболеваний, которые подстерегают действительно в самых неожиданных ситуациях? Ну, и так я понимаю, что любого абсолютно возраста человека. Ну, да. Есть граница возрастная, после которой надо задумываться о том, что вообще заниматься своим здоровьем. Какая, скажите? Это сколько? 40, 50, 30? Это вот как раз граница 40. Вот 40 лет, вот что касается сосудов именно, да, после 40, например, у каждого второго практически обнаруживаются признаки атеросклероза. Все же знают, что есть инсульт, да, то есть тяжелейшее состояние, заболевание, вот, которое является, причиной которого является как раз атеросклероз сосудов шеи. А профессия, образ жизни на это как-то влияет? Либо это вот предрасположенность генетическая? И образ жизни, и генетическая предрасположенность, вот, есть, например, люди, у которых просто нарушена, ну, если простыми говорить словами, свертываемость крови, нарушение системы гемостаза, вот, это один из факторов, которые чреват развитием тромбоза, чреват развитием закрытия сосудов в голове, ну, которые приводят к развитию инсульта. Хорошо, если вдруг действительно вы пошли на обследование, что-то обнаружили, каков процент, что вы ликвидируете эту проблему, не доводя до тоскливых случаев совсем? То есть чем это лечится? И лечится ли? Ну, если говорить о инсультах, вот, бывают ситуации, когда у пациента просто возникает, ну, как они рассказывают сами, то есть я вот иду, говорит, и вижу впереди, а сбоку вдруг не вижу. Это так называемая транзиторная ишемическая атака, связанная с тем, что маленький-маленький сосуд закрывается в голове, временно закрывается, да. Вот если такая ситуация случилась, то в течение ближайших трех месяцев очень высокий риск, что случится уже более грубая ситуация, когда случается инсульт, и это приводит к грубым нарушениям функций. То есть человек буквальным образом, ряд людей становится инвалидами в результате. Ну, и, соответственно, почувствовав вот что-то подобное, один из признаков ишемии, то есть нарушение кровоснабжения, то есть надо обращаться к доктору, и это позволит доктору профилактировать развитие большого уже инсульта, который приведет к тяжелым последствиям. Значит ли это, что нужно теперь будет всегда пить лекарства? Ну, да, после транзиторной, после вот таких ситуаций, да, лекарства, в общем-то, принимаются регулярно, можно сказать, пожизненно, плюс это контроль артериального давления обязательный, вот, потому что многие как думают? У меня сегодня давление поднялось, вот, я таблетку выпью, давление будет нормальным, но при этом забывают, что давление, оно скачет. Оно сегодня нормальное, завтра, когда он не выпил таблетку, его сосуды уже не будут так готовы перенести этот подъем артериального давления, и еще случится еще более грубая ситуация. Вот есть инсульт, который связан с закрытием крупного сосуда, есть инсульт, который связан с кровоизлиянием, то есть геморрагический инсульт, когда кровь вытекает из крупного сосуда, вот, прогнозы там крайне неблагоприятные. Ну, как я понимаю, пить таблетки всю оставшуюся жизнь, это нормально, да, главное, чтобы этот отрезок был максимально длинным, соответственно, надо просто вовремя начать пить таблетки, да, соответственно, надо вовремя поставить диагноз. Вот сейчас современная медицина, насколько вот обращает это? Если у меня есть подозрение или мне исполнилось 40 лет, куда я прежде всего должен пойти? Как мне вот максимально точно поставить диагноз, что вот такие-то сосуды там у вас уже закуприваются? Ну, в идеале, конечно, первоначально обратиться к доктору, который занимается лечением непосредственно, просто они, как правило, для каждого пациента, они подбирают необходимый перечень исследований, вот, то есть обратиться к неврологу или кардиологу, которые, ну, занимаются лечением сосудов, в общем-то, вот. И после того, как назначено исследование, как правило, неврологи, кардиологи, да, и терапевты, они назначают вот как раз методику исследования, самую простую, но достаточно, ну, наверное, самую надёжную, вот. Для большинства сосудистых регионов это как раз вот дуплексное сканирование. Мы им даём результат, на основании этого результата, опять же, правильно интерпретированного, то есть, к сожалению, в ряде случаев нет договорённости, то есть мы пишем одну фразу, а доктор, который отправил к нам на это исследование, он эту фразу может недопонять. Поэтому и должно быть общение между докторами, такая обратная связь. Как интересно, я всегда думала, что в медицинских документах универсальные термины, которые все понимают. Я тоже долгое время так думал, и многие доктора так думают, но дело в том, что, ну, русский язык сам по себе такой, что предложения, они могут быть интерпретированы по-разному. Одно и то же предложение, вот, даже запятая, ну, не зря, вот, мультик помните из детства, казнить нельзя помиловать. Вот, примерно то же самое происходит в медицине. Вот почему надо знать, где поставить запятую в своём заключении. Может быть, есть ещё какие-то мифы? Я вот припоминаю только один, что есть категория людей с всегда здоровыми, чистыми сосудами, как у младенца. А алкоголики. Это миф? Ну, не совсем миф, то есть в этом есть некоторая доля правды, но, опять же, всё зависит от исходного состояния, то есть от генетики. От генетики. И, как бы, да, даже исследования по этому поводу проводились. То есть приём алкоголя, но, опять же, в небольших дозах, то есть он сопровождается даже большей продолжительностью жизни. Вот. Но всё должно быть в меру. Это как бы, это не значит, что я предлагаю это. Нет. Вот, опять же, прозвучало слово генетика. Таким образом, веду я активный здоровый образ жизни, не веду, если генетика, если где-то там в коде написано, нет, то ждёт её то-то. То тут я уже могу вести любой образ жизни и никогда не обману эту генетическую систему. Так? Ну, в общем, да. Ещё есть вопрос-то большой, что значит здоровый образ жизни? Да, это самое важное. Вот, допустим, я хочу обезопасить себя. Какой максимально здоровый образ жизни я должен вести? Ну, вот, умеренные дозы алкоголя, да? Нет, я не пропагандирую. Мы никого не призываем, мы просто консультируемся с врачом. Всё должно быть в меру. Это ещё, знаете, великий врач Авиценна, он там тысячи лет назад сказал, что всё есть яд и всё есть лекарство. Вот спорт, да? То есть если ты занимаешься спортом в меру, это приводит к тому, что… Физкультурой. Физкультура, да. То есть не спорт, который вот, когда себя человек нагружает, то есть вообще порог такой, что надрывается. Вот. То есть спорт разный, пища, да, вот все говорят, есть ли приём пищи, есть ли там атеросклероз, да, то есть нельзя кушать жирную пищу. Жирная пища, то есть жиры полезны для организма. То есть совсем отказываться от жиров, от жирной пищи просто нельзя. Всё-таки спор двух кухонь, французская и итальянская, сливочное масло или растительное. Вот что касается состояния сосудов. А они не победят, то есть там как бы такой момент, что пища – это всего лишь один из факторов, который влияет на дальнейшее, то есть на продолжительность жизни и вообще на здоровье в целом. Ещё один миф. Я знаю людей старше сорока, которые говорят, я раз в год обязательно там пропиваю курс таких лекарств, курс таких лекарств, в том числе и сосудоукрепляющие. Есть в этом смысл или нет? Ну, во-первых… Ну, приходишь в аптеку, и там, в принципе, есть такие коробочки, на которых написано «сосудоукрепляющие». Ну, это, наверное, на самом деле миф. То есть каждый препарат – это же чужеродное вещество, то есть это не просто ты покушал, то есть там химия, вот. И не каждый препарат подходит, подходящий одному человеку, не каждый подходит другому. Прежде чем какую-то таблетку выпить, надо консультироваться со специалистом в этой области именно. Можно или нельзя, потому что есть показания для препарата, есть противопоказания, есть побочные эффекты. Откуда человек просто обыватель, откуда просто пациент, да, для нас пациент, откуда он знает, какую дозу препарата данного. То, что написано в аннотации к препарату, совсем не факт, что именно этот порядок приема препарата подходит этому конкретно человеку. Угу, угу. А влияет ли вот на состояние сосудов группа крови? Ну, нет, по большому счету, то есть какой-то отчетливой связи тут нет. А можно все-таки спросить, что касается вашей специализации, что такое дуплексное сканирование? Я вот в титры забивал, заинтересовался. Звучит просто шикарно. Да, такое красивое название, то есть даже можно, знаете, это назвать триплексное сканирование. Еще шикарно. То есть дуплекс – это когда одновременно два режима особых исследования сосудов, то есть когда мы видим сосуд напрямую. То есть тонкий срез сосуда и сосудистой стенки. А трансферозное что это? Повреждение сосудистой стенки, вот ее при дуплексном сканировании хорошо видно. И плюс ко всему, само по себе повреждение сосудистой стенки приводит к нарушению кровотока. То есть, соответственно, мы подключаем второй режим в исследование, который позволяет понять, какие характеристики кровотока в данном сосуде. Кровоснабжающий мозг или ногу, или там в кишечник. И в Хабаровске это делают уже? Да, это делается. Эта методика, она достаточно давняя, распространенная. Но в вашем центре, Центр медицинских знаний, даже это же Центр экспертного УЗИ, мы сейчас занимались, мы проводили цикл обучения. Были опытные доктора, которые уже этим давно занимаются. Были новички, конечно. Но вопрос, опять же, вы же слышали такую фразу, что докторов же много, и в принципе, докторов много, которые занимаются дуплексным сканированием. А вот докторов много, а вроде как лечиться, говорят, и не у кого. Была такая фраза? Достаточно жесткая, для доктора жесткая фраза. Так вот, знаете, пообщавшись с докторами, с вашими, то есть я впервые в Хабаровске, пообщавшись, ну знаете, было что приятное? То есть когда они узнают что-то новое, у них такая радость в глазах, как у ребенка, они прям счастливые сидят. А когда у них там что-то не получается, доктора, которые не занимались дуплексом, они там вообще, то есть они сидят с такими, с откровенными глазами, смотрят с открытыми. И вдруг у них что-то не получается, когда мы пациента смотрим. Они прям расстают, такая грусть сразу появляется. Понимаете, вот это, когда человек хочет учиться, когда человек хочет учиться, это уже один из поводов подумать, что этот человек хороший доктор, вот. Который добьется своей цели и на самом деле будет ставить правильные диагнозы. Я подумал, что вот две из профессий, которые, представители которых должны быть очень восприимчивы к новому. Но первое это системные администраторы. Ну понятно, почему. Все время все меняется. И, возможно, в большей степени врачи, потому что медицина все время меняется, новые лекарства, новые технологии. И хороший врач, он не может лететь по старинке, как в фильмах про Пуаро, да, какой-нибудь семейный врач, который в течение 50 лет одной и ту же семью одними и теми же... А может быть, есть в этой сфере то, что вот по старинке и работает? Я не знаю, может быть, это мера профилактики, может быть, еще какие-то вещи. Нет, ну, травки, например, никто же не отменял. Так, какие вы для сосудов посоветуете? Да нет, понимаете, скажем так, какой-то комплексный сбор, который, ну, просто, ну, с одной стороны, ты пьешь какой-то вкусный напиток, с другой стороны, это то, что подарила тебе природа. Каких-то там, ну, то есть, вот у нас... Опять же, без фанатизма. Без фанатизма, да. У нас есть на Алтае, да, то есть, вы, наверное, слышали, там, алтайские травы там тут, вот, то есть, ну, нельзя сказать, что это прям кардинально какие-то проблемы решает. Это все профилактирует, вот. Ну, у кого-то, это не доказано, конечно, то есть, у кого-то это приводит к тому, что увеличивается продолжительность жизни, да. Может, просто потому даже, что он пил вкусный напиток, получал от этого напитка удовольствие. Вот, получать удовольствие – самый верный способ прожить долго. Да. А может быть, верить? И верить, а... Вот это мне помогает, и все, все болезни от нервов. А верить еще как? Когда начинает пациент верить? Когда ему доктор объяснит аккуратно, понятно, простыми терминами, что с ним в данный момент происходит. Не напугает, а так, спокойно... Ну, мне кажется, напугать тоже надо. Ну, не даже... Ну, то есть, я так скажу, чтобы не было жутко пациенту. Есть один вопрос от нашей зрительницы, но он не по телефону, после инсульта спрашивает, где ставят стенды. Вот, честно сказать, для меня это пока теория абсолютная, я не знаю. Ну, и вы же работаете не в Хабаровске, но, наверное, тоже не можете ответить. Ну, про Хабаровск не могу сказать, конечно. Ну, давайте мы узнаем, потом ответим. Запишите, пожалуйста, телефон. Может быть, кто-нибудь из врачей сообщит. Спасибо. У нас гостя был Сергей Засурин, кандидат медицинских наук, специалист по дуплексному сканированию сосудов из Бурнау, который приехал в Хабаровск по приглашению Центра медицинских знаний и клиники современных технологий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА